С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! Август начинается. Лето, хорошее время и хорошее всегда, в общем-то, мы ожидаем вести. Все-таки лето, лето должно нам нести хороший заряд, хорошее настроение. Оно теплое, и мы тоже с вами теплые. Поэтому мы понимаем, почему лето нам нравится. Нам нравится солнце, оно тоже теплое. Оно дает нам возможность заниматься тем, чем мы желаем. И поэтому у нас сегодня тоже будет разговор о том, как люди умеют воплощать свои мечты и свои желания. Но прежде чем мы, я познакомлю вас со своими гостями, я хотел бы, и тем более, что это совпадает с темой нашего сегодняшнего разговора, я хотел бы сказать о выходе нового журнала, очередного августовского журнала «Алиф». Вот, вы видите его на экране, «Алиф». Это августовский журнал, и на обложке вы видите солдата, стоящего у стены плача. Солдат с автоматом у стены плача. Вообще, наверное, это даже как-то символично для Израиля, где еврейский народ и сражается, и молится. Довольно интересный, хороший журнал. Я всегда говорю о том, что этот журнал есть смысл читать и, по крайней мере, заглядывать в него. Вот данным я долго не буду на нем останавливаться, но скажу, что несколько материалов, которые здесь, они очень заинтересовали меня. Ну, прежде всего, в мае месяце из Израиля был выставлен, или, скажем так, выслан военный аташе, израильский военный аташе Вадим Лейдерман. И история эта была долгое время покрыта тайной, почему вдруг... Из России, да, из России. И теперь в этом журнале вы можете прочитать интервью корреспондента этого журнала, Александра Шульмана, который рассказывает, что стояло за высылкой военного аташе. Еще несколько материалов, которые тоже мне очень показались, такие симптоматичные, очень интересные материалы. Это о том, что о судьбах талантливых советских, советских деятелей культуры. Евгений Долматовский, Евгений Халдей, это военный корреспондент, и автор слов, песни «Букенбальский набат» Александр Соболев. Мне особенно хочется остановиться на этой фамилии. Александр Соболев, автор слов, песни «Букенбальский набат». Я вспоминаю, и действительно, как оказалось, я узнал из материала в этом журнале, что практически, когда исполнялась песня «Букенбальский набат», она стала известна во всем мире. Она была переведена на очень многие языки мира. Никогда не упоминалось имя автора стихов Александра Соболева. В общем-то, это объяснялось очень просто. Александр Соболев был не той национальности, которая подходила для этих слов. Даже французы решили ему подарить автомобиль, благодарный за такие слова и за такую песню. На что советское правительство ответило, что Александр Соболь очень обеспеченный человек, у него все необходимое для жизни есть. Но если учесть того, что в это время он жил практически в бараке, и полуголодное существование вел, и не мог заниматься тем, чем он хотел, то это да, он действительно имел то, все, что он заслужил, получается, в Советском Союзе. Вот такая вот биография. И это очень интересно, и это перекликается с тем разговором, который у нас будет сегодня. И еще один материал, к которому я хотел бы обратить ваше внимание, это два ювеляра. Это, во-первых, Игорь Губерман, вы все знаете, Гаррики. И здесь очень интересный материал, который написала Дина Рубина, интервью с Губерманом, и о том, как он прошел через советские тюрьмы, и как он попал в Израиль, и как он счастлив в своей жизни в Израиле. И самый-самый уж последний, чтобы долго не задерживать, я хочу сказать, что есть здесь интересный материал о нашем с вами двойном земляке. С одной стороны, это журналист, который работал в Советском Союзе, в Москве, и сейчас тоже журналист, которого вы все знаете, Давид Гай. Давиду Гаю тоже, у него тоже юбилей. И редактор этого журнала, Лариса Токарь, рассказывает о том, как она случайно, совершенно взяла книгу в руки, сослагательное наклонение, которое написал Давид Гай, и начала читать, ну просто как бы занять время, ей надо было в дорогу, и не могла больше оторваться, насколько это сильная и интересная книга. Много еще есть интересного в этом журнале. Журнал «Алиф» за август месяц, за июль-август, да, август месяц. Пожалуйста, если вас это интересует, обратите на него внимание. Я вам давно уже обещал, что буду вам рассказывать об этом журнале. Это всемирный еврейский журнал. Но я еще, почему в этот раз особенно обратил на него внимание, поскольку я вам сказал, Александр Соболев, автор слов Букенвальского набата и его трагическая судьба. Только когда он умер, его жена смогла напечатать первые сборники его стихотворений. Вот такая судьба автора Букенвальского набата, которую, наверное, знал любой человек в Советском Союзе и очень-очень многие люди в мире. Это очень здорово и очень сильно перекликается с нашей сегодняшней темой. У нас сегодня в гостях люди, которые имеют прямое отношение и к советской власти, и о том, как советская власть и Советский Союз уважали личность. Но чтобы это все стало известно, чтобы мы с вами смогли что-то такое узнать, у меня на столе есть огромная книга. Вы знаете, я даже не представляю, что вот такую книгу, такую толстую, тяжелую, большую книгу с огромным, интереснейшим материалом мог написать один человек, мог создать один человек. Этот человек сегодня у нас в гостях. Евгений Геллер, автор книги «Что наша жизнь?» В знак вопроса. Ответ – борьба. Евгений Геллер, так что же наша жизнь? Борьба? Борьба. А что скажет нам Лев Пишман, неоднократный чемпион и призер чемпионата СССР? Что наша жизнь? В двух словах? Или у меня есть больше времени? У вас есть больше времени. Я, во-первых, я хочу поздравить Евгения Масеевича с такой прекрасной, хорошей работой. Дело в том, что мы сейчас живем и разбросаны по всему миру. И очень приятно, что эта книга дала возможность нам всем объединиться. Дело в том, что мы сейчас живем, многие здесь, в Америке. Мы – это борцы. Это те, которые… Потому что здесь есть подзаголовок. И очень важный для нас, для нашего сегодняшнего разговора. Энциклопедия известных еврейских борцов. И когда мы начнем называть эти фамилии, люди, я уверен, будут удивляться. Точно так же, как, читая в журнале «Алиф» или другие места, я вдруг узнаю такие фамилии, оказывается, и думаю, вау, и он еврей. Все были евреи. Для того, чтобы это у нас дух борцовский был, мы сейчас… у нас есть такой гимн, который вы рассказываете Евгении. Я буду вас называть Евгений или Евгений Масеевич? Как вам удобнее? Да, здесь в Америке лучше Евгений. А как вы себя чувствуете внутренне? Я чувствую. Евгения или Евгения Масеевича? Нет, но бывшие студенты обращаются к Евгению Масеевичу. Значит, у нас же будут передачи, ваши бывшие студенты, они будут говорить по отчеству. А я уже, как поверил. Евгений Геллер, скажите, пожалуйста, кто написал гимн, который мы сейчас послушаем? Чемпион Украины по греко-римской борьбе. Кстати, ученик Лёва Фишмана. У вас все тут учителя, ученики… Да, ученик Лёва Фишмана. Итак, звучит гимн. Мы с этого начнем, чтобы почувствовать. Борцы выходят на ковер. Только пожатие крепких рук слова не в моде. Вы знаете, что… Мужской характер проверяется ли схваткой. И отдают в бою все силы без остатка. Борцы выходят на ковер. Борцы выходят. Тела из камня, с них девчонки взгляд не сводят. И пусть помятые уши выглядят отважно. С такими парнями им ничего не страшно. Продолжение мы послушаем в конце. А сейчас просто для духа, для нашего подъема, чтобы мы почувствовали, что все борцы. Евгений Васильевич, скажите, пожалуйста, вот эта книга, которая на столе, и написано, что это Евгений Геллер ее сделал, это действительно вами собранный весь материал? Сколько? Может быть, вы как Александр Дюма, который имел целую фабрику, которая помогала ему. Как вам удалось? Я просто хотел… Конечно, очень сложно показать, но вот я просто… Вот просто немножечко, 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 немножечко. Вот сейчас меня покажут, да? Если вот. Я покажу, что это мелким почерком. Миллионы фотографий, миллионы статей. Миллионы… Ничего, что я говорю, миллионы? Ну, тысячи. Тысячи, вы не ошиблись. Ну, тысячи. Тысячи. Скажите, пожалуйста, вы сами это собирали, делали? Ну, было бы нескромно с моей стороны сказать, что я единолично это написал. В принципе, по существу, это все-таки народная игра, народная книга. Написана многими соавторами. Я бы сказал бы даже соавторами. Причем в разных уголках земного шара. Это бывшие мои студенты, коллеги. Вот, кстати, Лев Фишман сидит рядом с нами. Он очень активно участвовал в создании этой книги. Мои студенты Белоруссии, которые остались, которые живут в Израиле, в Австралии, в Норвегии, в России, в Америке. Поэтому сказать, что я единоличный автор... Не можете. Я не могу. Это вас угрожает. Причем желаю. Вас угрожает скромность. Сколько времени ушло на эту книгу? Формально пять лет. Но на самом деле, мне иногда кажется, что я всю жизнь шел к этой книге. А вот сейчас я попрошу показать парочку первых фотографий. Пожалуйста, покажите нам фотографии. Вот это наш великий и неповторимый Киркл Дуглас. Правильно? Да. И еще одна фотография. А это у нас... Ицхак Заде. Да, один из основателей Цахаля. Но он же одновременно... Давайте открываем секреты. Он же чемпион... Был в России в свое время. По борьбе. По борьбе. Да, по борьбе. И Киркл Дуглас, которого мы видели первым, и которого мы можем снова увидеть, он начинал свою карьеру тоже борцом. И тогда мы показываем вам третью фотографию, следующую фотографию, которая показывает о том, пожалуйста, третью, следующую. А вот наш победитель, Евгений Васильевич Геллер. Я правильно? Я считаю, что Талис правильно поднял вашу руку? Во время презентации книги. Это было во время презентации книги. Да, во время презентации. Но очень, 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 очень кстати. Поднять вашу руку вы действительно победитель. И сказал, что борец в красной куртке победил. Да. Вот у нас есть фотография в синагоге, да? Это была презентация в синагоге. Да, очень хорошая. Но вот что мне, мне это что показалось очень значительным, что на столе, а это не очень хорошо сейчас видно, на столе стоят свечи. А, да, это было, я вам расскажу, я думаю, что нашим телезрителям будет интересно, что во время презентации, мы вторую часть этой презентации посвятили памяти жертв мюнхенской трагедии, среди которых были борцы, были, в том числе и мой бывший студент Марк Славин. И вот память об этих жертвах мы зажгли вот поминальные свечи. Ну вот мы с вами коснулись того, что у вас есть тоже не просто книга, это, ну, часть биографии. И я думаю, еще многое будет сделано, потому что у меня на столе еще есть Самсон, вдохнови потомка, ваша книга и так далее. Я знаю, что вы сейчас тоже, но у вас есть большая-большая биография и жизнь до создания этой книги. Вы были профессором Белорусского института физкультуры. Кстати, здесь в Америке много моих выпускников, студентов, которые довольно успешно работают. Я, к слову, в прошлом бывший ваш коллега, у меня была телепередача. Я чувствую, вы так уверенно себя чувствуете перед камерой. Вас вызывает в Портландии. Кстати, я думаю, что многие телезрители помнят эту передачу. Она пользовалась довольно большим успехом. Но вот ответьте мне на вопрос, почему вдруг вас, во-первых, вы еврей и вы профессор, значит, не так уж все плохо у вас. Что вас вдруг угораздило обязательно написать энциклопедию известных еврейских борцов. Вот вы говорили, что когда-то еще чемпион, первый, да? Первый чемпион по борьбе. Нет, по штанге. По штанге. Да. Вы могли бы напомнить это? Да. Ну, это было давно, когда я еще служил в армии. В 1946 году, в 1946 году в Париже было первое послевоенное первенство мира по тяжелой атлетике. И в составе делегации нашей советской делегации был Григорий Навак. Кстати, Киев. Григорий Навак. Да, Григорий Навак. И после успешного выступления он приехал к нам в часть, в нашей воздушно-десантной части. Для поднятия духа. Да. Нет, он приехал к своему старому другу, к Киммерфельду. Он был начальником парашютной десантной службы. Ну, и он в свое время, и он выступил перед личным составом. И потом сказал, что кто хочет прийти потренироваться со мной, я покажу. Ну, я тогда занимался немножко штангой тоже и пошел тренироваться. А накануне в нашей центральном органе нашей, извините, партии «Правда», в газете «Правда» была такая большая статья. «Русский богатырь» Григорий Навак. Первый чемпион мира. Ну, когда он стал выступать, я подверг сомнению этого заголовка. Он русский? Да. А потом, когда мы зашли в зал, стали знакомиться и спрашивали, а как твоя фамилия? Я говорю, моя фамилия Гельдер. Да. Тренировка закончилась на этом. И со мной стал разговаривать. Правда, мне потом были некоторые неприятности. Он говорил с вами как-то наидыш? Наидыш. А, наидыш. Причем четко наидыш. Он не стеснялся этого? Нет. Это его не волновало? Нет, его не волновало. Кстати, этот начальник СМЕРШа, который потом меня вызывал, спросил, вы на каком языке разговаривали? Я говорю, на иидыш. А ты знаешь иидыш? Я говорю, да, знаю, конечно. И это стало побудительным мотивом копаться в биограммиях? Это тогда был первый толчок в моей жизни. Я еще не знал, что поеду в Америку, что я буду писать, что я буду работать в институте, что я буду профессором. Я тогда и не знал. Но вот этот толчок такой был действительно. И я задумался. Окей. Лев Фишман. Чемпион неоднократный и призер чемпионата ВССР. Но тут, мне кажется, другого мнения нет. Фишман – это Фишман. Да. Вам скрывать нечего было. Нет, вы знаете, что, к сожалению, я никогда не отказывался от своего народа. А куда вам? С такой фамилией? Нет, ну вы знаете, многие меняли. Но почему, к сожалению? Нет, ну я не хотел этого делать. Хотя, знаете, когда касалось, я был членом сборной команды Советского Союза, участвовал в подготовке к пересу мира и по вольной, и по классической борьбе. И вы за границу, тогда для наших ребят… Да, вот тогда объясните мне. Тогда объясните мне. Вот вы говорите, что вы были член сборной. Да. Сборная выезжает, например, я не знаю, куда-нибудь, в зарубежную капиталистическую страну. И что, вас вычеркивает? Нет, вы знаете, есть очень легко в этом плане. Например, в каждой весовой категории сборная команда Советского Союза находилась на государственных стипендиях до пяти человек. От первого до пятого. Вот, например, если первый человек получал 300 рублей, второй получал 200, третий – 160 и так далее. Молодежно. И вот, когда тебя вызывали на сбор, вот я первый раз попал к пересу мира, когда начал готовиться, вот, я был третий номер Союза, выиграл бронзовую медаль, и приехали мы на сбор. И когда мы были на сборе, я не хочу говорить лично о себе, но там бывали такие случаи, когда вдруг на первенство мира выезжает не первый номер, который выиграл первенство Союза, а выезжал и второй, и третий. То есть, тренеры под всяким предлогом, ты тренируешься в Москве. То есть, вы хотите сказать, что все-таки, как бы, тренер проигрывал вот эту ситуацию, кого он может вывести и кого он не сможет, да? Не это только играло. Дело в том, что советские атлеты на тот период были сильнейшие в мире. Мы из восьми весовых категорий домой приезжали с пятью золотыми. И так что тренеры, у нас уже много было случаев, когда человек на первенстве Союза занимает третье место, выезжает на первенство мира и выиграл первенство мира. Да, понятно. Но я вот, я как бы пытаюсь все-таки выяснить национальную подоплеку всего происходящее. Я, знаете, я вот вам скажу маленький такой пример. Вот наш товарищ и друг, вот Григорий Александрович Гомарник, который был чемпионом мира, вот, у него был такой каос в его жизни. Он первый раз выиграл серебряную медаль и должен был ехать на фестиваль. И вдруг он приезжает. Я говорю, Гриша, я все время следил по газете, хотел узнать, почему тебя нету. А он говорит, ты знаешь, я когда приехал в Москву, мне сказали, а вы не родственник Гомарника? И только потому, что не могли полностью проверить, его уже за границу не пускали. Или не пустили, вернее так можно сказать. Значит, у нас, для того, вот я имею в виду, я не хочу говорить, что именно всегда так было, но еврейскому спортсмену нужно было быть на голову выше, чтобы попасть в голову. Да, у нас есть фотография 13-я, так легче нам найти с нашей картотеки. И там видно сразу, кто такой господин Фишман. Покажите нам, пожалуйста, эту фотографию. Это вы? Да. Это точно вы? Да, это я. Да. Вы очень хорошо выглядите. Спасибо. Да. Итак, я хотел бы спросить тогда вас, Евгений Масеевич Геллер, Евгений Геллер. Скажите, пожалуйста, ну вот вы собирали энциклопедию. Вот сколько здесь вообще имен или сколько здесь чемпионов? Как можно сказать? Здесь около тысячи иллюстраций и примерно столько персональных. Тысячу человек, да? Да. Тысячу человек? Да, персональные. Скажите, вот если в общем так взять, немножко отойти от этой книги, но вы уже в голове все это есть, много людей пострадало, много людей было обиженных из-за того, что у них был пятый пункт? Я не возьмусь ответить однозначно. Я могу предположить, что немало отвечу. Это неуклончиво, потому что такую статистику нет у меня такой статистики. Но вы как бы разбирали, копались в судьбе, в жизни каждого человека. Я могу только сказать, например, сколько сегодня, это впервые выставили, сколько, например, сегодня евреев, чемпионов и призеров Олимпийских игр. Вот это я могу сказать. За все времена, за все. За все времена, могу сказать. Евреев по борьбе, я могу сказать, по всем видам спорта, могу сказать. А вот сколько из них могли бы быть чемпионами Олимпийских игр или чемпионами мира? Сострогательное наклонение очень сложно. Я могу, например, сказать, что, например, Лёва Фишман, будучи серебряным призером чемпионата Союза, пошли его на первенство мира, он стал бы, по теории вероятности, если не чемпионом, так призером мира стал бы. Вот то, что он сказал. Запас был очень большой, но Фишман не очень благословительный. Давайте мы дадим Лёву слово, потому что я хотел сказать нашим телезрителям, что у нас передача будет состоять как бы из двух частей. В первой части наш гость Лёв Фишман, а в второй части будет Юлий Виленский. Поэтому да, пожалуйста, Лёв, пожалуйста. Я бы хотел добавить в отношении тех фотографий, которые собраны в этой книге. Дело в том, что есть у нас, есть и в этой книге есть, есть такой борец, ленинградец. Борис Прудьковский, который был чемпионом Советского Союза и был один из сильнейших. И когда Евгений Масеевич начал собирать фотографии, и к большому счастью, к большому такому, я в своем архиве обнаружил фотографию, где я приехал в Москву на сборы и возле комитета физкультуры с ним встретился. И мы сфотографировались вместе, и вот под его, о его автобиографии есть вот эта одна единственная фотография. Скажите, пожалуйста, вот вы читатель, скажем так, Евгений Геллер автор. Он собирал, он все это делал. А вы, ну вы часть этой энциклопедии. Вам нравится это издание? Можно я? Да, очень хороший вопрос. Я хочу на него ответить. Понимаете, нельзя, нельзя сказать, что все, что все, да. Но он сделал большое дело и большую работу. Я еще раз повторяю, то, что он нас объединил, то, что мы знаем, где кто живет. То есть вы хотите сказать, что вот вдруг, благодаря этой книге, вы вдруг себя почувствовали членом какого-то большого клуба, скажем так. Да, да, да. И я вам хочу сказать еще такую вещь, что, вот знаете, многие фотографии, вот для меня лично, для меня многие фотографии мне напомнили мою юность, мои лучшие годы моей жизни, проведенные в спорте. И это для меня, эта книга является очень таким... Вам это приятно слышать? Евгений Геллер. Это очень важно, архиважно. Вы делали для чего? Вы знаете, встретились со своей молодостью. Вы хотели, это входило в ваш план? Да, вот это мне хотелось, чтобы они вспомнили свою молодость. Ну и кроме того, это книга-памятник нашим ветеранам, вот таким, как Лева. Да, скажите, Лев Фишман, скажите, пожалуйста, а как складывалась вообще ваша спортивная судьба? Вы давно приехали в Америку? Я очень давно приехал в Америку. Очень давно. Даже 36 лет я живу в Америке. Вы довольны жизнью в Америке? Я доволен. Как спортсмен, вы себя чувствуете здесь? Чувствовали? Были спортсмены? Мне повезло. Я работал, 25 лет я работал в спортивном клубе, только я занимался здоровьем людей. Я был персональный тренер. У вас хорошая улыбка, у вас хорошие ощущения. Спасибо. У вас идет ощущение человека, который в жизни доволен. Так оно есть? Так оно есть. Или, может быть, это только специально для телезрителей? Нет, нет, нет. Так оно... Я только хотел, если у меня есть еще одна минута. Вот то, что случилось со мной, Евгений Васильевич вспоминает. Я стоял на высшей ступеньке педестала почета. Это то, к чему я стремился всю жизнь. Объявили меня чемпионом Советского Союза. Я опустил флаг соревнований. Я в финале сделал ничью со своим противником. И начали искать варианты, кому отдать золотую медаль. И нашли, что у меня было больше чистых побед. Решили, что я чемпион. Потом нашли второй пункт, который сработал в другую сторону. Но это уже пятый пункт. Я хочу сказать, что Лев Фишман все-таки выиграл. Да. Несмотря на то, что тогда победу присудили не вам, а человеку с другой победой. Я выиграл только от того, что я с вами сижу сегодня. Хорошо. Лев Фишман неоднократный чемпион и призер чемпионата Советского Союза. Спасибо вам большое и удачи. Спасибо. А вам, уважаемые телезрители, я хочу сказать, что мы продолжаем нашу передачу через 3 минуты, когда закончится реклама. Нет. Теперь мы принимаем Медикейт. Доктор Алан Голдман, выпускник Гарвардского университета, поможет вам избавиться от боли в шее, плечах, спине, коленях и ногах без хирургического вмешательства. Доктор Голдман является экспертом в лечении ревматоидного артрита, остеоартрита, подагры и мышечной боли. Вы заслуживаете хорошего самочувствия. Теперь мы принимаем Медикейт. Я могу вам помочь приеме сейчас. Самая обаятельная и привлекательная прима Малого театра России Ирина Муравьева открывает новый театральный сезон в Америке. В музыкальной комедии «Жена-интригантка» заняты ведущие артисты Малого театра и Театра Вахтангова. Смотрите спектакль в вашем городе. Не зря говорят, что друг познается в беде. Лисовецкий. Кто же еще? Поймет и поможет. Живите долго. Ваша Алла Висовецкая. Часто ходить к донтистам – это дорого. Редко ходить к донтистам – это больно. Ходить к правильным донтистам – это и недорого, и не больно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познанский. Максимум здоровья – минимум затрат. Так будьте здоровы, живите 120, и чтобы к врачам не пришлось обращаться. А если придется искать к ним дорогу, вам в центре врачей Кагановских поможут. Чтоб долго в диагнозе не сомневались, возьмут все, что надо, у вас на анализ. И вылечат хворь и любую заразу. Все, кто придет в Ocean Medical Plaza. Ocean Medical Plaza представляет доктора Ирину Ковалеву. Лечение рассеянного склероза, болезни Паркинсона, реабилитация после инсульта, болезни плечевого, коленного и тазобедренного суставов, нарушение баланса при ходьбе, острые хронические боли в спине, мышечные спазмы и невралгии – все виды блокад под ультразвуковым контролем. В быстрой и точной диагностике и успешном лечении этих заболеваний вам поможет доктор Ирина Ковалева. Ocean Medical Plaza – золотой ключик к вашему здоровью. Bay Wellness представляет уникальную оздоровительную программу при еврейском центре Kings Bay Y. Доктор Машенский составит для каждого пациента Bay Wellness персональную оздоровительную программу. Гимнастика в бассейне олимпийского размера по системе, разработанной в Израиле. Тренажерный зал, физиотерапия, массаж, витаминотерапия и иглоукалывание, сауна. Программа Bay Wellness поможет вам жить без боли в суставах и спине, контролировать диабет и давление, улучшить иммунитет и избавиться от лишнего веса. Принимаются все основные страховки и Медикер. Боль в ногах, отеки, сжение, варикозные вены. Если вы не обратитесь в USA Вейн Клиникс вовремя, то возникнут осложнения. Тромбофлебит, трофические язвы, тромбоэмболия. Не ждите осложнений. USA Вейн Клиникс по всей стране помогли тысячам пациентов. Лечение покрывается Медикер и большинством страховок. Звоните 888-816-06-14. Ваши ноги в надежных руках. По вопросам размещения рекламы на Артен, звоните 1-800-222-27-86, добавочный 213. 1-800-222-27-86, добавочный 213. С вами Борис Тенсор. Мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня такой хороший разговор, ну и, мне кажется, тонус очень приятный, поскольку у нас сегодня борцы. Борцы. И тема такая хорошая. Что наша жизнь? Борьба. Это не мои слова, это слова автора этой книги, которая у меня в руках. Книга «Фолиант», написанная Евгением Геллером, Евгением Массеевичем Геллером. И есть подзаголовок «Энциклопедия известных еврейских барцов». В первой части передачи у нас, я представлял гостей, это был Евгений Геллер, автор книги, и Лев Фишман. Это была первая часть передачи. А сейчас у нас в гостях, опять же, Евгений Геллер и Юрий Виленский, заслуженный тренер Советского Союза. Юрий, здравствуйте. Добрый день. Первую часть передачи вы смотрели как бы за пределами студии. Со стороны. Вам понравились ваши коллеги? Да. Вы ведь тренер, вы ведь педагог. Вот как вы чувствовали? Они правильно работают? Очень хорошо. На ковре? Очень правильно. У нас сейчас на линии есть Борис Талис. Борис Талис, у него своя хорошая спортивная биография. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы именно тот человек, который чемпион, чемпион, чемпион многих, я не буду перечислять, он был на презентации этой книги. У него есть свое мнение, отношение к этой книге. И я бы хотел поговорить с Борисом Талисом. Борис, вы на линии? Да. Вы знаете, для меня большой сюрприз, что я пробился к вам в прямой эфир. Да, мне позвонили и сказали, вот есть даже фотография, его отдающая интервью Артен. Борис, скажите, пожалуйста, два вопроса, чтобы не очень долго, но я сразу их сформулирую. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, эта книга вам нравится? И вообще эта идея? И вообще Евгений Геллер вам нравится? Вообще-то эта книга, честно говоря, это оружие, разрушающее антисемитский миф о физической слабости евреев. Я бы добавил, что если Евгений Моисеевич Геллер говорит, что наша жизнь, борьба, я бы сказал, что борьба – это самбо. С моей точки зрения, я защищаю свои интересы. Но тем не менее, Евгений Моисеевич еще раз доказал, что евреи никогда не были трусами. Евгений Моисеевич прошел Пинское гетто, он прошел Отечественную войну, и знаете, в каких войсках он умалчивает, скромничает, в десантных войсках парашютных. Ну, прекрасно, вот прекрасно, вы пару слов и расскажите о нем. Откройте секрет, а то ведь, действительно, вот такие книги он, пожалуйста, пишет, а о себе сказать, так у него не хватает слов. Да, и кроме того, я когда прихожу к синагогу на шестом Брайтоне, я всегда встречаю там Евгения Гиллера. Он честно, искренне верит в то, что дает Тора. Я бываю там иногда, а он всегда. Он настоящий еврей, и если... Тогда, да, Борис, тогда ответьте мне на последний вопрос, который я обязательно хочу спросить и наших гостей. Скажите, пожалуйста, а надо ли постоянно вот это опять-опять будоражить, это еврейская энциклопедия известных, ну, написали бы борцов, нет, еврейских борцов. И опять журнал «Аллиф» рассказывает о том, что какие композиторы были евреи. Может быть, не надо, может быть, мы сами постоянно как бы будоражим вот это общественное окружающее мнение, ну, опять евреи о себе, ну, опять, как вы думаете? Знаете, я отвечу не своими словами, а словами Виктора Гюго. На свете нет малых народов. Величие народа вовсе не измеряется его численностью, подобно тому, как величие человека не измеряется его ростом. Посмотрите, рядом с вами сидит Геллер. Он маленького роста, но он великий, потому что он создал то, чего сегодня никто не мог бы создать. Сегодня его книга, это его большая работа общественная, потому что сегодня ему звонят бесконечно каждый день многие десятки, сотни людей, чтобы узнать телефон и адрес, где проживают герои этой книги. И Евгений Моисеевич, сейчас появилась большая общественная комсомольская работа. Прекрасно. И еврейская. Хорошо. У нас на линии был Борис Сталис, неоднократный чемпион. Борис, вы еще слышите меня? Да, конечно. Я хочу попросить вас быть гостем моей передачи, где-нибудь через, как мы с вами определимся, где-нибудь осенью, и поговорить о вашем чемпионском титуле, который каждый месяц какие-то новые титулы, и главное, вы готовите сейчас новые выездания книги. Поэтому вы даете мне обещание прийти в студию? Отвечу, что спасибо за доверие, Борис. Все. Всего хорошего. Хорошей недели. У нас был на линии Борис Сталис. Всего доброго. Я их искренне уважаю. До свидания. Юрий Евленский, скажите, пожалуйста, вот вы здесь, я знаю, присутствуете потому, что вы хороший были студент и хороший ученик. Там, где был профессором, там, где был преподавателем Евгений Моисеевич Геллер. Я иногда говорю Моисеевич, иногда говорю Евгений. Потому что когда я на вас смотрю, вы Евгений Геллер. Такой, знаете, подвижный, моложавый. А когда я говорю профессор, я не могу сказать без Моисеевича. Скажите, пожалуйста, Юрий, вы были студентом, да? Да. Он был хорошим преподавателем? Прекрасный, молодой, энергичный, крепкий, умный. Ну, что еще сказать? А как же вам удалось стать заслуженным тренером Советского Союза? Я думаю, что об этом лучше скажет мой учитель. Но скажите, вы давно приехали в Америку? В 94-м году. Ну, и вы продолжаете быть тренером? Или вы сейчас, я не знаю, где-нибудь там на Велфере? Нет, я консультирую уже. Знаете, работа тренера – это физическая работа. Вы не можете только объяснить, вы должны показать. Вот, я являюсь... То есть вы как бы все-таки действующий спортсмен, действующий тренер. Да, 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 потому что есть большой опыт. Есть клуб, в котором можно прийти, есть молодые, интересные ребята, которые... А вы довольны этими молодыми ребятами в Америке? Вот нашими ребятами, которые приехали, вот этими русскими, евреями, я не знаю, узбеками. Вот этими молодыми, симпатичными ребятишками, которые приехали со своими родителями. Вы ими довольны? Я вам сейчас скажу откровенно. Все-таки системы подготовки абсолютно разные, что были в бывшем Советском Союзе и здесь. Но здесь очень много ребят, которые хотят быть чемпионами, стремятся к этому. Но есть сложности в другом. Как? Опять снова пятый пункт? Нет, двадцатый пункт. Американский пункт. Двадцать первый. Хорошо. Но есть очень много ребят. У нас есть и чемпионы Америки. Есть хорошие ребята. Есть результаты. Я могу пожаловаться. Да, я хотел бы попросить вас, Евгений Масеевич. Я уверен, что нашим телезрителям, наверняка мы сейчас минут через пять включим телефонные линии, у них будет желание к вам обратиться и какой-то телефон, по которому. Поэтому я попрошу зрителей приготовить ручку и бумагу, а вы потом скажете номер телефона. Хорошо? А сейчас я хотел бы, чтобы вы, вот как раз одного из молодых людей, которому вы вручали книги, у нас есть фотография. Это Дима Солито. Да, наш. Он был у гостяк на передаче. Пожалуйста, покажите следующую фотографию. Номер пять у нас, да? Она у нас номер пять. Вот. Дима Солито. Вы вручаете ему свою книгу. Он чемпион, чемпион-боксер, известный очень в нашей комьюнити, во всем мире известный. Скажите, вот вы видите сейчас молодых, вот вы, вручая эту книгу одному из молодых, вы видите среди молодых вот тех, которые будут будущим чемпионами? Я не могу сказать относительно бокса. Нет, относительно борьбы. По борьбе. Ну, здесь бы лучше мог бы сказать и Юрий Михайлович, относительно этого. Он, наверное, лучше знает, потому что занимается с молодыми борцами. Что касается Димы Солито, надо сказать, что это уникальный боксер. Он подхватил эстафету боксерской еврейской славы. Он профессионал боксер. Да, это мы знаем. Значит, я хотел бы просто несколько человек, которые в этой книге, которые люди знают. Вот, например, у нас есть фотография этих людей. Григорий Гомарник. Это у нас шестая фотография. Пожалуйста, Григорий Гомарник. Мне о Григории Гомарнике говорить с одной стороны. Интересно то, что эти люди, многие, которых мы сейчас покажем, они живут рядом с нами. Вот в том-то и дело. Да, вот они ходят по Брайдену, они по Бодворку ходят. Мы каждый день встречаемся на Бодворке. Григорий Гомарник. Первый чемпион мира среди украинских борцов греко-римского стиля. И заслуженный мастер спорта Советского Союза. И заслуженный тренер Украины. Григорий Гомарник. Если вы сейчас смотрите передачи, Григорий Гомарник, мы вас приветствуем. Правильно я говорю? Я думаю, что он смотрит. Не может быть... Хорошо, тогда мы переходим к следующему снимку. И, пожалуйста, покажите нам следующий снимок. Это седьмой. А, это у нас еще есть Гомарник, кстати. Вот седьмой снимок. Посмотрите. Это вот Гомарник во время работы. Да. Это вот уже Юра мог бы... Он дожимает противника. Юра уже мог бы... Он прижимает... Прижимает противника, ложит на лопатки. То есть противник уже все? Я думаю, что... То есть в этой ситуации мы можем сказать, что... Победил Гомарник. Победил Гомарник. Да. Мы поднимаем его руку и поздравляем. Господин Григорий Гомарник, вы победили. Да, да. По крайней мере, в этом поединке. Следующий снимок, это у нас снимок седьмой и ях... То есть восьмой. Восьмой снимок. Вот покажите нам, пожалуйста. Это у нас... Кто у нас? Рудман. Давид Рудман. Это у нас Давид Рудман, да. Давид Рудман тоже. На том же Брайтоне живет. Легенда советского самбо. И дзюдо, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР. Давид Рудман. Здравствуйте. Приветствуем вас. Как хорошо он выглядит. Да. Сколько медалей? Очень. Скажите, а спортсмены бывшие, они все-таки держатся? Конечно. Возраст их не так сильно берет. Ну, посмотрите. Посмотрите вот на этого молодого человека. Да, совсем молодого. Посмотрите. Юрий. Да, вот видите, как он будет привыкаться. Хорошо. Следующая фотография, это у нас будет девятая фотография. Тут я уже буду загадывать загадки. Пожалуйста, посмотрите вот на этого прекрасного мужчину. Символ. Эта скультура стоит у Организации Объединенных Наций. Правильно? Перекуем мечи на орала. Каждый из нас знает эту скульптуру, каждый из нас помнит ее. Это такой символ. Это был подарок советского правительства Организации Объединенных Наций. Я правильно говорю? Точно. С вашей книгой все. А вот сейчас... Ну, а вот сейчас... А, секунду. А, да, да, да. Это была Вучечич. Да. Скульптор великий, скульптор великий. А теперь покажите следующие фотографии. Скажите, пожалуйста, вы видите сходство? Между... Еще раз предыдущую. Еще раз это, пожалуйста, следующее. Ракурс нет. Точно сходство. Ну, прямо один тоже человек. Итак, Вучечич брал и... Натуру. Яков. Это кто у нас был? Борис Гуревич. Борис Гуревич. Это Борис Михайлович. Это Борис Михайлович Гуревич. Он живет сейчас в Чикаго. Да, кстати, Михайлович. Михайлович. Хорошо, я скажу Михайлович. Потому что есть еще Гуревич Максович. А, Борис Максович. Я смотрю его послужную специальность. Нет, его нет. Нет, я имею в виду Борис Гуревич, которого мы только что показали, который, кроме того, что он был, как бы, стал прототипом для скульптора, для символа российского, настоящего борца, он еще был первый олимпийский чемпион среди украинских борцов в вольного стиля. Да. Серьезно. Видите, сколько первых нашего брата. Сплошные первые. Да, следующая фотография, это у нас что идет? Это у нас идет, это Яков Пункин. Пункин. Первый украинский чемпион олимпийских игр по греко-римской борьбе. Заслуженный мастер спорта Советского Союза. А вот следующая фотография, это... Извините, Борис, он сидел в концлагере и спасся. И стал олимпийским чемпионом. Это наши все украинские борцы. Ну, я уверен, что каждая, каждая, каждая биография, каждая фотография, которую мы показываем, она достойна того, чтобы в этом человеке говорить много. Да. Борис, я прошу извинить. Да, пожалуйста. Этот человек достойен, чтобы о нем сказали немножко шире. Ну, еще вы. С, 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 Р. Единственный, нет, пожалуй, не единственный случай в истории спорта, когда после концентрационного лагеря он стал чемпионом олимпийских игр. Он был в плену долгое время, потом был в концентрационном лагере. И потом он вышел из лагеря 42 килограмма всего. А потом в 52-м, я не ошибся, в 52-м году стал чемпионом олимпийских игр в Хельсинки. Да. Слушайте, это же, это легенда, самая настоящая легенда. Да. Вот об этом я хотел сказать. Прекрасно, нет, все нормально. И мы давайте посмотрим еще одну фотографию. Следующая фотография, это у нас уже будет номер 12-й, да, номер 12-я. Семен Пинский. Семен Пинский. Он живет сейчас в Лос-Анджелесе, да? Да. Педагог, он тоже педагог и заслуженный тренер Советского Союза по вольной борьбе. Так что мы добрались и до Лос-Анджелеса. Да. Прекрасно. Прекрасный человек. Ну, а сейчас я бы хотел поговорить с нашими телезрителями, потому что мне уже сказали, хотя мы не объявляли номер телефона, пожалуйста, все-таки покажите, хотя мы не говорили его, у нас уже много есть людей, которые бы хотели что-то добавить. Да, пожалуйста, кто у нас на линии? Кто у нас на линии? Алло, вот телефон студии 201-461-1384. Из Нью-Йорка Роман. Здравствуйте, Роман, вы с нами в студии. Здравствуйте. Говорите, говорите. Я вчера вечером на новотной программе услышал ваш анонс в сегодняшней передаче, решил позвонить. Я хочу поприветствовать тех, кто в студии, я знаю, там заслуженные люди, и поздравить всех. Говорите громче, пожалуйста, Роман. Поздравить всех с выходом энциклопедии Геллера, что наша жизнь борьба. Меня зовут Роман Шур, мне довелось быть в сборной команде в Беларуси еще в 17-летнем возрасте, в 19 лет стать материнспорта. Я один из многих, которые удостоверились честью быть среди героев книги. У меня нет возможности сегодня смотреть программу, я ее посмотрю в записи. Я хочу высказать свое мнение об этой книге и об авторе, Евгении Моисеевич. Да, пожалуйста. Очень коротко, потому что я уверен, что говорить можно очень много. Книга-то какая. Да-да. Такую работу мог выполнить только физически крепкий человек. Ты устремленный с огромным спортивным профессиональным опытом. Это для нас сделал Евгений Моисеевич. И хочу подтвердить, что среди бортов, которые тренировались, были на сборах в Беларуси, замечательных бортов, удастся результатов в итоге, было очень много еврейских бортов. То же самое и в Украине. Это и первый чемпион олимпийский Яков Пункин, и чемпион Григорий Гомарников, заслуживший нерасоветствующий язык. Понятно. Хорошо. И много-много. А Гейлер, профессор, это просто чудо. Это ученый, писатель, историк. И, наконец, мастер спорта СССР, спортсмен. Он создал шедевр этот спортивный и исторический, которого еще не было подобного. Он вызывает чувство гордости за наш народ. Это все является победой его над скептиками и антисемитами. Хочу поблагодарить и поздравить вас с чистой победой. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Роман. Большое спасибо за звонок и за хорошие слова. А я хочу попросить показать фотографию, 14 фотографию, номер 14. И объясню, почему. Покажите, пожалуйста, 14 фотографию. Номер 14. Есть такая? Вот. Вот я хочу показать. И что вы, конечно, она не очень качественная, в смысле небольшая. Но если вы сейчас посмотрите внимательно на лицо этого человека, который на фотографиях, на лицо, и на лицо человека, который сидит в студии, и его имя Юрий Веленский, вы поймете, что это тренировки проводит заслуженный тренер Советского Союза Юрий Веленский. Юрий, Юрий, это правда? Это правда. Это все в соответствии действительности. Вы любите заниматься с маленькими, с большими? У вас есть привилегии? Как бы с кем лучше, интереснее? Вы знаете, нет привилегий, потому что с маленькими я начал заниматься только здесь, совсем маленькими. Ну и вам это нравится? Очень, очень нравится. Мне нравится работать с маленькими детьми. Они более послушные? Они менее послушные, но более доверчивые. Они идут к тебе, они чувствуют, что ты хочешь от них. Да, интересно. Скажите, пожалуйста, а вот когда вы занимаетесь с ребятами, вы ставите с собой сразу же цель, чтобы он стал чемпионом? Или у вас какая-то своя цель? Никогда в жизни. Какая цель, когда вы начинаете заниматься с ребенком? Цель именно с ребенком – сделать его физически крепким и здоровым. Это первая цель. Подготовить его к будущей жизни. Убрать лишний вес, который у многих наших детей, у многих немножко лишнего веса. И научиться быть самостоятельным, дисциплинированным. Куда же он денется? И вам это все удается? Вот прямо так много? Это одно целое. Это немного. То есть когда создается личность, она себе несет все эти компания. Вот это мне нравится в маленьких детях. А со старшим опыт работает уже. Опыт. Я уже вижу, мальчик, который уже тренируется, я вижу, что он может сделать в будущем. Хорошо. У нас есть на линии… Кто у нас сейчас на линии? Алло? Нью-Йорк, Леонид, здравствуйте. Алло? Леонид? Добрый день, дорогой Евгений Масеевич, уважаемые телезрители. Профессор Евгений Масеевич Келлер, ветеран войны. Да, что вы хотите? Вы хотите задать вопрос? Вы хотите сказать спасибо? Что вы хотите? Еженедельно в газете «Форум» его замечательные статьи. В основном о спорте, о наших евреях. Хорошо, хорошо, Леонид. Книга – это «Что наша жизнь? Борьба» – это книга его труд десятилетий. Он посвящен памяти евреям, борцам. Хорошо, Леонид, большое спасибо, большое спасибо. Все понятно, понятно, большое спасибо. Итак, Евгений Геллер, скажите мне, пожалуйста, Талеса я спросил, я бы хотел все-таки спросить и вас еще и еще раз. Вы считаете, что надо напоминать людям, что те личности, которых мы равняемся, которым мы гордимся, что они часть нашего еврейского народа? На сей счет у меня нету никаких сомнений. Что надо об этом говорить и надо напоминать. Скажите, это вселяет вот какую-то гордость или какое-то такое дополнительное внутреннее самоощущение молодому человеку? Я понимаю, что как бы, само собой разумеется, этот ответ – да. Но, в другой стороны, может быть, мы преувеличим? Я хочу сказать, что кто чем пробуждает эту гордость. Гордость надо воспитывать, пробуждать. Поэт – стихами. А я хочу пробуждать эту гордость. Спортом. Сказать, напоминать нашим людям, о чем забыли, что в среде нас есть не только знаменитые музыканты, ученые и так далее, а выдающиеся спортсмены, педагоги, тренеры. Это и есть гордость нашего народа. О чем долго замалчивалось. Поэтому сегодня об этом обязательно надо говорить. Да, ну давайте возьмем еще, поговорим с Семеном из Мэрилэнда. Здравствуйте, Семен, вы с нами в студии. Алло? Алло? Да, слушаем вас. Только быстренько, пожалуйста, у нас время, как на ковре. Семеном из Мэрилэнда, я хочу вопрос задать. Да. Ага. Говорите, говорите. Да. У меня, да, у меня вопрос такой. Во-первых, большое спасибо Евгении Геллеру, я его читаю в форуме. Кроме того, знал ли он капитана сборной Беларуси по волейболу Сомерград? Есть ли у него книги Сомерград? Я его читаю в форуме. Хорошо, спасибо, Семен. Вы поняли фамилию? Нет, не понимаю. Еще раз фамилию повторите. Есть ли у него книги Сомерград? Я его читаю в форуме. Хорошо, спасибо. И еще вопрос. А где можно купить эти книги? Все понятно. Где можно купить эти книги? Хорошо, спасибо, спасибо, спасибо. Итак, переходим к информации о вашей книге. Я знал, делал это, во-первых, кто-то хочет купить. На здоровье, как можно больше. Я знаю, что не так легко продавать авторам свои книги. Но что-то продается, люди все-таки заказывают. Во время презентации было хорошо. Ну, через сколько лет вы собираетесь купить? То, что вы затратили. Я не знаю. Скажите, пожалуйста, хорошо. По какому телефону можно с вами связаться, можно с вами посоветоваться, можно узнать что-то или предсказать? Скажите ваш телефон. 718-743-743-6969-38. Я повторяю. 718-743-743-6969-38. Это телефон Евгения Массевича Геллера. Евгения Геллера. Автора книги «Что наша жизнь?» Борьба. Энциклопедия известных еврейских борцов. Пожалуйста, звоните, это ваш домашний телефон? Да. И можно ночью не звонить. Не надо ночью. Хорошо. У нас еще осталось буквально пару минут. Я хотел бы там 10 секунд оставить на наш гимн. У нас там гимн есть. Поэтому я хотел бы вас просто сказать. Огромное вам спасибо за тот труд, который вы сделали. Это действительно потрясающая работа. И если бы хотя бы часть из тех, кто приехал, делали свою работу, своих специальностей, своих знаний, мы бы имели такую потрясающую энциклопедию нашей жизни. Прошлой, настоящей и будущей. Спасибо. Огромное вам спасибо за книгу, которая называется «Что наша жизнь? Борьба». И Юрий Веленский. Еще все. Большое вам спасибо за то, что вы стали, были студентом, а стали заслуженным тренером Советского Союза. Главное, что я перенял игровой метод подготовки детей. У моего учителя. А, да? Это он вам показал. Вы знаете, что... В Белоруссии, в Минске много-много лет назад. Много-много лет назад. И все как в Буковейне. И даже книжка была написана в спортивной игре. Все было. И поэтому я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители, и под марш, который сейчас будет звучать, я хочу вам сказать огромное вам спасибо за то, что в понедельник вы нашли время и вместе с борцами и с Борисом Тенцером смотрели передачу «Контакт по понедельникам». Всего хорошего. Когда борцы выходят на ковер Борцы выходят на ковер Не за наградой Как деды и отцы Смертельный бой когда-то А если жизнь уведелся высоты победы Ты чемпион И помни вечно чувство это Стал этот маленький ковер Большой дорогой Спасибо тренерам, что были с нами строги Продолжение следует...